итак прошло где-то 36 часов с тех пор как я засеяла засеяла жидкость которой мыла свои кисточки и губки которыми обычно накладываю косметику речь идет как раз это продолжение выступления по поводу недавнего исследования британскими учеными которые обнаружили очень много микробов да одно дело когда мы читаем это теоретически другое дело когда мы это видим практически вот у меня оказались тарелки не использованные поэтому я засеяла эту жидкость вот смотрите что у нас получилось жидкости которые я очистила щетки у меня выросло вот столько бактерий представляете да то есть если их не помыть получается этими щетками если мы продолжаем пользоваться мы эти бактерии назад наносим на нашу кошу так для контроля я использовала воду чтобы посмотрели вода тоже не стерильная там вот есть три колонии одна из них похоже как будто бы грибок это вот вода которую я использовала во всех случаях из-под крана она не стерильная но она не должна она не может быть стерильная да но значительно чище чем это правда я надеюсь со мной все согласны кроме этого я взяла чистую губку это вот губка которую производят компания труа ора я ее взяла чистую намочила водой честно говоря я ее один раз один раз ее пользовалась и потом я ее помыла мылом вот и нанесла то есть она тоже не стерильная как видите потому что конечно вода не стерильная кроме того выросла какая-то бактерия которая расщепляет кровь овечки потому что в этой питательной среде есть кровь овцы вот так что как мы видим конечно щеточки у меня были значительно грязные нужно было чтобы их помыли кроме этого я взяла помаду тоже про гора который я пользуюсь два моих любимых цвет это коралловый и коралловый и сейчас я покажу цвет вот она это вообще мне очень нравится мне нравится этот цвет он один из самых популярных у нас компании но помада вышла где-то год назад даже больше года назад соответственно то девочки я не каждый месяц не каждый день пользуюсь этой помадой поэтому она у меня может длиться очень долго так что вот этой помаде почти год в состав входит пробиотики посмотрите благодаря пробиотическим ингредиентам то есть не пробиотики а пробиотические ингредиенты которые как я говорила в предыдущем видео могут подавлять рост других бактерий вот видите да она не стерильная выросла три колонии но но это всего три колонии я честно говоря ожидала гораздо хуже результат поэтому я очень-очень рада то есть мои предположения были что пробиотические ингредиенты которые находятся в помаде они не дают как раз размножаться микроорганизм а вот это коралловый цвет это коралловый цвет вот тоже мне очень нравится этот цвет я просто балдею от него это новая помада она вышла этим летом то есть ей буквально несколько месяцев намного новее чем б как вы видите там вот есть буквально тоже одна вот маленькая здесь колонии вы здесь вот совсем маленькая то есть тоже не стерильная но но лучше чем б вот и явно чистая на самом деле по европейским стандартам позволяется у меня даже здесь есть вот статья для вас по европейским стандартам по европейским стандартам допускается допускается 10 во второй степени то есть 100 CFU это colony forming units то есть colony forming unit то есть это 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 колония колония бактерий она обычно вот эта вот колония которую мы здесь вот видели да вот эта колония 1 так вот она возникает из одной клетки то есть 100 значит 100 клеток в принципе 100 живых клеток допускается в миллилитре какого-нибудь косметического препарата будь это помада то есть в одном грамме помады может быть 100 100 колоний вот так вот мы видели что в коралловый вообще практически нет в 3 да и потом я использовала как контроль я использовала плам плам она такая темная такая сливовый такой цвет тоже очень красивый цвет сейчас у него нет под рукой но она вообще чистая то есть это новая помада была которой я в принципе один раз только попробовала и все то есть я и не пользовалась один раз открыла и закрыла никаких колоний здесь не выросло отличный результат тровора на самом деле производит очень высокого качества продукцию конечно хотелось бы делать еще более детальный эксперимент использовать может быть другие компании для сравнения но для этого нужно немножко больше средств а моя задача вообще была показать насколько как важно как важно вообще мыть щетки потому что девочки мы этими щетками потом опять пользуемся да изо дня в день и если мы их не моем то есть эти бактерии попадают назад нам на кожу и это селективная среда и растила эти микроорганизмы при комнатной температуре соответственно соответственно здесь выросли только те микроорганизмы которым понравилась эта питательная среда и которым нравится температура на другой питательной среде до могли вырасти еще какие-то микроорганизмы еще какие-то микроорганизмы то есть уже именно поэтому в микробиологии сейчас особенно когда мы изучаем микробиом вот такие методы больше не пользуются потому что они очень ограничены и сейчас больше популярны именно генетические тесты когда мы берем экземпляры выделяем днк и потом секвенируем и смотрим потому что таким образом мы можем увидеть микроорганизмы которые мы не можем вырастить на данный момент на самом деле из всех микроорганизмов которые например живут на наших на нашей коже в нашем кишечнике мы можем только один ну максимум три процента выращивать на таких тарелках все остальное мы еще не у нас еще недостаточно знаний чтобы мы могли в лабораторных условиях их выращивать поэтому это только маленькая девочки это только маленькая часть которая выросла да представляете а что еще было на щетках что не выросла на этой среде поэтому реальная ситуация еще хуже чем то что мы видим поэтому поэтому как минимум как минимум раз в неделю мойте свои щетки не нужно каких-то сильных токсичных дезинфектантов достаточно просто мыло достаточно просто мыть также как и с руками достаточно просто вымыть пусть это будет какой-нибудь детский шампунь или даже вот в туаоре есть очень хорошее средство для умывания лица и этим же средством в принципе можно мыть щеточки вот но я говорила что присутствие как раз пробиотиков этой косметики пробиотических ингредиентов также вот например вот в этой жидкой креме в нем тоже в состав входят пробиотические ингредиенты поэтому во-первых микроорганизмы внутри в креме не имеют возможности размножаться да а во вторых когда мы накладываем на лицо то есть они еще охраняют и поддерживают микробиом кожи в очень хорошем состоянии и не дают размножаться неблагоприятным бактериям ну вот надеюсь надеюсь вам было интересно до скорой связи всего вам хорошего а